В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. В здании Евромэрии сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски. В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг во время рабочего визита в Одессу подтвердил намерение Североатлантического альянса развивать сотрудничество с Украиной. Детская площадка на улице Ивана Мазепы существует только в компьютерной сети. Малышам нескольких кварталов отдыхать негде. 29 октября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании городского совета Одессы на улице Косовской. По предварительной информации, одного из чиновников управления задержали на взятке. Сотрудники Службы безопасности Украины провели оперативно-следственные действия в здании новой мэрии в помещениях на седьмом этаже, где располагаются кабинеты Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета. Как сообщают местные СМИ, с поличным задержан один из чиновников управления, который требовал взятку в размере 3000 долларов США от предпринимателя за остановку демонтажа торгового павильона в Малиновском районе города. За эти деньги он также обещал поспособствовать получению разрешительных документов на торговлю, комментируют СМИ. Кроме того, чиновник систематически вымогал деньги у предпринимателей за то, чтобы не препятствовали их деятельности. По информации местных СМИ, что предположительно, речь идет о Михаиле Унгурян, который являлся частью коррупционной вертикали, которая замыкалась на высокопоставленных чиновниках Одесской мэрии. В данный момент с сотрудниками СБУ проводятся следственные действия. Очередное выделение средств коммунальному предприятию теплоснабжения города Одессы, назначение нового директора департамента городского хозяйства и строительства дороги к порту, а также много других вопросов. В Одессе состоялась сессия городского совета. На сессии большое внимание уделили обсуждению вопроса ремонта следственного управления национальной полиции по адресу проспект Шевченко 8А. Сомнение у депутатов вызвало необходимость ремонта здания. Депутат Познякова напомнила, что эти средства можно было бы выделить на программу поддержки ОСМД или программу энергоэффективности. Сегодня в конце года это более насущные проблемы. Тем более департамент городского хозяйства вчера присутствовал и подтверждает, что они могут выполнить эти работы до конца года. То есть деньги не будут, не пропадут. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, если вы помните, коллеги, не так давно руководитель департамента образования Елена Валерьевна Буйневич говорила о том, что мы все-таки планируем возвращать наши здания, коммунальные собственности, в которых располагались сады, использовать их по целевому назначению. Через год заканчивается договор аренды. Мы сейчас тратим 5 миллионов гривен на непонятные улучшения и настройки, а через год мы будем выделять очередные миллионы для того, чтобы перепрофилировать. Однако заместитель городского головы Петр Рябаконь заявил, что зданию ремонт необходим. На ремонт управления, которое находится в бывшем детском саду, выделят 30 миллионов гривен. Вопрос переселения следователей и открытия сада для детей так и остался открытым. Следственное управление пока переселять некуда. Депутаты перешли к вопросу выделения средств предприятию теплоснабжения города Одессы. В этот раз предприятие получило 75 миллионов на погашение задолженности, связанные с предоставлением населению услуг по центральному теплоснабжению. Депутат Познякова напомнила, что ее так и не ознакомили с результатами аудита. Заместитель городского головы Павел Вугельман пообещал разобраться в вопросе. Однако почему задачу не выполнили своевременно, не ответил. О результатах аудита вкратце рассказал глава предприятия теплоснабжения города Одессы Александр Михайлов. Аудит подтвердил все наши выводы, которые я уже неоднократно докладывал. Это ведущие директора предприятия, которые описывали постановление. То есть первое – это принятие актуальных тарифов. Это самое первое. Второе – это переход, как уже написано по закону, с 1 января на новые рыночные отношения и с Нагонов, Агазом и Соболэнерго и с поставщиками энергоресурсов. Депутат Еремица поинтересовался, будет ли разработана схема теплоснабжения города Одессы, вопрос о которой поднимался уже несколько лет. У нас, в принципе, были выделены средства, потом мы снимали в прошлом году, в этом году ситуация нормализовалась. Хочется все-таки понять, в какой стадии находится, потому что на прошлой сессии я этот вопрос задавал, но было сказано, что, может быть, я ошибаюсь, вроде проводятся какие-то тендерные процедуры. Как выяснилось, на сегодняшний день из госбюджета было выделено 5 миллионов гривен на разработку данной схемы. Тендерная процедура будет длиться два месяца, ожидаемая стоимость всей схемы – 20 миллионов гривен. Директор предприятия ТГО подтвердил, что в этом направлении ведется активная работа, а также отметил, что отопление в Одессе включат в срок. Уже с 1 ноября запустят котельные. И на сегодняшний день уже активно ведутся работы по подготовке котельных к приему газа на котельные. Ну, соответственно, 1 числа, как подписано в распоряжении, мы начинаем запуск котельных. Как я уже ранее говорил на пресс-конференции, в первую очередь будет запускаться, подаваться тепло на детские сады, на медицинские учреждения, на школы. Серьезную дискуссию среди депутатов вызвал вопрос постройки альтернативной дороги к порту. Под площадку для транспорта и трассу администрация морских портов просила 41 гектар земли. Речь идет о трассе вдоль городских улиц, которая также будет платной, как и одобренная ранее от компании «Евротерминал». Депутаты посчитали, что вторая дорога в порт должна быть бесплатной, чтобы уменьшить поток большегрузного транспорта по улицам Одессы. И в итоге решили отложить голосование. Еще одним вопросом, вызвавшим споры в Горсовете, оказалось строительство отеля на Приморском бульваре. Отель на более чем 200 номеров появится на земельном участке под Дворцом моряков. Как заявил Петр Рябаконь, памятником архитектуры является только главное здание. Его фасад отреставрируют. А вот в Лингере ждет реконструкция. Отель будет возвышаться на более чем 26 метров. Депутат Анна Познякова выступила против такого объекта. «Мы говорим о том, чтобы сохранить, бьются и активисты, и жители, и депутатский корпус, за то, чтобы сохранить исторический ареал. Мы говорим о том, чтобы сохранить, еще иметь возможность говорить о призрачном номере на ЮНЕСКО. И сейчас мы берем и даем разрешение на вот этот проект. Коллеги, у меня, знаете, мне кажется, что чаще терпения этот вопрос переполнит в Одессе». Однако в итоге депутаты все же приняли положительное решение. Проблема в том, что в Лингере имеют общие стены с соседними памятниками, и их перестройка может серьезно повлиять на состояние соседних зданий. Кроме того, высотный отель бесповоротно изменит внешний вид Приморского бульвара и исторического центра города. На сессии Горсовета также окончательно решили вопрос с парка энтузиастов, где силами местных жителей были высушены деревья. Многие годы зеленую зону не признавали официально и даже хотели отдать половину участка под застройку детского сада. Однако сегодня парк внесли в перечень зеленых зон. Сад перенесли в другое место. Он появится в новом квартале на улице Сахарова. Естественно, нужно разработать проект благоустройства этого сквера. Ну, как минимум, показать его гражданам, которые там проживают, или активной части граждан. Я думаю, что, в принципе, ничего сложного там не может быть. То есть, тропинки, свет, лавочки. На сессии стало известно и о новых назначениях. Департамент городского хозяйства теперь возглавит Дмитрий Жеман, до этого возглавлявший КП «Госэлектротранс». Также Геннадий Труханов официально уволил начальника службы по делам детей Ирину Дамаскину и назначил на ее место журналистку и волонтера Юлию Никандрову. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толденберг с рабочим визитом посетил Одессу. Руководитель Североатлантического альянса подтвердил намерение развивать долгосрочное сотрудничество с Украиной. Генеральный секретарь НАТО прибыл в Одессу с делегацией Североатлантического совета альянса. Украинскую сторону представлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Обсуждалось развитие экономики Украины и в том числе военно-промышленного комплекса. Також у центрі наших розмов ситуация в Чорном море загалом, яка становить надзвичайний интерес і для України, і для Північно-Атлантичного альянсу. Я представляю уряд, який вперше визначив євроатлантичну интеграцію України у програмі діяльності як один зі своїх пріоритетів. Ми встановили для себе амбітну ціль за п'ять років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО. Реалізація планів нового кабінету міністрів повністю завістить від разносторонній підтримки зарубежних партнерів. Сьогоднішній визит є чітким сигналом того, що НАТО стоїть в солідарності ключом к ключу з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет і територіальну цілісность і оказываємо вам підтримку як в практичному плані, так і на уровні політичного. Ми маємо комплексний пакет допомоги для України, ми маємо інструмент годових національних програм, а також комісія Україна-НАТО. І це три формата, в котрих осуществляється наше взаємодійство. Программа «Сотрудничество» предусматривает оказання допомоги морської академії, подготовки офицеров военно-морських сил, включая організацію практики курсантів на кораблях і по учебним планам НАТО. Говоря о возможностях завершення війни в Донбассі, руководство НАТО выступає за мирний вариант разрешення конфлікта. Новий прокурор області Максим Вихарь провел рабочую встречу з групою одеських общественників. Обсуждали недавніе резонансное правонарушення і ход розслідований по ряду старих уголовних производств. Першим общественники поставили вопрос проверки деятельностей частних охранних агентств. Їх зачастую использують для розправи с одеситами, участниками акції протеста. Це агентство безпеки «ЗЕВС» і охоронна структура «Самсон Груп 06». З цими структурами пов'язано багато випадків, застосування фізичного насилля і спецзасобів, яке виходить за межі закону, перевищення цими структурами своїх повноважень. Насамперед, це застосування насильства, безпідставне насильство до громадян. Последнее скандальное происшествие случилось на Гагаринском плато. Местные жители выступили против строительства домов вместо школы і поликлиники. Іх атаковали бойці охранні компанії «ЗЕВС». Одного із них задержала поліція. Здесь було всього два представителя поліції. І ми подошли к хлопці, ми говоримо «ребята, ми видим, що щось починається». Це здесь работает охранна служба «ЗЕВС». Ми видим, що вони оделися специально обмундировання, у них були кастети, у них були балончики. Ми видим, що їх огромне кількість стоїть. Ми говоримо «ребята, щас щось буде, допомогіть нам». Потому що ми мирно протестуємо. Здесь жінки і діти, як ви видите. І в це час відбувається 20 людей цих тетушок. І починають нас, жінки, просто брызгати балончиком і вливати на нас вєдра води. Президент, мэр, почему жінки повинні стоять і должны якісь твари нас бить? Почему вони використовують без средства? Ви продажні твари! Продажні твари! Я за свою землю стою, а ви за доллари! Ви за доллари! Жінки б'єте беременных дітей! Суги, ви настоячі твари! Вам расплата в аду буде! Остається неизвестним будущее летнього театра в городському саду. Апелляційний административний суд признал незаконним і відмінил решення исполітельного комітету об утвердженні так называємого плана благоустройства участка. На делі проект давав зелений свет в перспективі застройки театра. Завершити дело його спасення може і дозна прокуратура. Нужно ще одне решення суда для відміни разрешення компанії «Солинг» на строительство торгово-развлекательного центра в летньому театру. Прокуратура може вступити і захистити інтереси громади лише тоді, коли надасть суда докази бездіяльності Мінкульту. Зараз ми просили новопризначеного прокурора Одеської області довести цю справу до кінця, звернутися до Мінкульту з відповідним зверненням щодо того, що Мінкульт має належним чином виконувати свої обов'язки по охороні об'єктів культурної спадщини. Мінкульту має звернутися або Мінкульт, або прокуратура має звернутися до ГАЗКО, якщо ГАЗ в добровільному порядку до бій України не відміняє цей дозвіл. Також об'єкті потребували розслідовувати факту жестокого обрішення з дітьми в двох городських учреждениях – інтернате «Світанок» і Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Новий прокурор обещав во всьому розібратися, також, як обещали його предшественники. Чого стоять слова, буде ясно уже через місяць. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг». Заботиться о детях слободки районной администрації мэрии некогда. Детские площадки устанавливают в центре или новых районах. Окрайни остаются вне поля зрения чиновников з Думской площади. В начале улицы Ивана Мазепы существует что-то отдаленно напоминающее детскую площадку. Говорят, она даже указана в Дубльгисе – компьютерной карте города. На просторной поляне давным-давно поставили качели, турник и лестничку. Позднее жители сами сколотили песочницу и скамейки. Одна из качелей уже сломана. Осталась металлическая труба. Починить ее некому. Скамейки тоже нуждаются в ремонте. Судя по количеству мусора, дворники тут не появляются. Руководству ЖКСа все равно. Вот если бы жители благоустроили площадку сами, а потом коммунальщики записали работу на себя, в департаменте городского хозяйства были бы довольны. Большая часть площадки свободна. Некоторое время назад ее заасфальтировали. Но непонятно для чего. Это вызывает подозрения. Возможно, участок готовят для размещения какого-то коммерческого объекта. Видите качели? Они все раздолбанные. Детям просто негде кататься. И надо починить качели. Скамейки уже все. Ну, многое, что надо сделать. Хотя бы какие-то качели для детей. Потому что все уже просто разваливаются. Здесь в основном детки гуляют, маленькие. Они хотят, чтобы была горка на площадке. Качели нормальные. Они вот эти вот, которые дети спотыкаются, падают и ломают себе все. Царапают и бороду, и все остальное. Может быть, еще какие-то аттракционы. Не знаю, в чьем это ведомстве. Кто может нам еще дать. На сайте обращений граждан висит напоминание городским начальникам об их обязанностях и правах подрастающего поколения. В этом районе вообще нет мест, куда можно пойти с маленькими детьми. И даже в Дюковском парке нет детских площадок. А как же все лучшее детям? Если бы Иван Мазепа увидел, как заботится о детях наша мэрия, казацкая сабля Гетмана наверняка прошлась бы по головам чиновников и депутатов. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУГ. Жители двора жилого дома по улице Греческой не в силах справиться с городскими беспредельщиками, которые, взламывая ворота, заходят во двор в любое время суток. Одесситы неоднократно обращались в городские службы с просьбой решить многолетнюю проблему взлома ворот во дворе. Но, увы, безуспешно. Жильцы дома номер 23 по улице Греческой просят установить новые ворота на вход во двор. Так как, по их словам, помимо экскурсий, во двор заходят беспредельщики, справляют свои нужды бродяги, а также не дают покоя ночные тусовщики. А сейчас ходят со всей улицы с баров. Здесь пьют пиво, пьют вино, бутылки бросают, сигареты бросают. Короче, полный бардак. То есть это как проходной двор получается? Да, это не то, что проходной, это еще хуже. Они же здесь, этот стриптиз, и там напротив, везде эти бары. И они оттуда идут все сюда. Они справляют свои нужды, да. Да. Я ему говорю, как тебе не стыдно, ну, допустим. Ноль эмоций. Сделал свое дело и пошел вот так вот. Знаете, сколько я делала раз замечания? И это все. Они мне говорят, бабка, давай вали, сколько там тебе осталось? Вот такой мне ответ. Во дворе около 70 квартир. И на что тратятся деньги, которые платят жильцы за коммунальные услуги, неизвестно. Здесь получается 68 квартир. Получается, СДПД 200, вот с квартиры, маленькая с квартиры, 250-260 гривен. Да, мы все платим, а двор не убирается. Дворникам просим, сколько ругаюсь, сколько хожу. Я действительно хожу, ругаюсь. Я сама убираю пол двора, я ухожу, и дети помогают убирать двор. Вокруг двора множество баров. И, по словам жильцов, находясь в своем доме, жильцы не чувствуют себя защищенными. А ведь это исторический центр города, который любят как одесситы, так и гости города. Ну, и архитектура подобается, взагал. Я тут много разів бывал. Я у Ведряження, колеси ездил, зараз уже я на пенсии. Но, ну, подобается, Одесса подобается. То, что, ну, архитектура дуже цікава, красива, але дуже уже багато занедбанного такого. Это, на жаль. Ну, и дворики такие, видно, что, ну, трохи разруха. А хотелось бы, чтобы оно было не так. Бажаю, чтобы в Одессу сделали, ну, справжнюю жемчужину у моря. И, несмотря на многократные жалобы жильцов, городские службы так и не отреагировали. А непрошеные гости так и продолжают без всякого чувства стеснения заходить во двор. И на сегодняшний день люди реально живут с чувством страха за жизнь своих детей. Кто же, в конце концов, наведет здесь порядок? Ведь это абсолютно несложно, если каждый будет выполнять свои обязанности. Будь то работники коммунальных служб или владельцы заведений, ну и, конечно же, патрульная полиция. На факультете романа германской филологии Одесского национального университета имени Ильи Мечникова состоялся традиционный студенческий праздник. День первокурсника отметили преподаватели и будущие филологи. Концертная программа была насыщенной, а зрители – благодарными. После первого сентября, открывшего новый учебный год, важным студенческим праздником в жизни каждого студента является День первокурсника. Вдруг он видно солнце и когда себе сказал, я выбираю жить в Кае-Ильи, я выбираю жить в Кае-Ильи, я выбираю. На факультете романа германской филологии Одесского национального университета имени Мечникова существует традиция готовить концертную программу и приглашать друзей. И для нас это огромная честь принимать в этом мероприятии участие, потому что это наш первый год, мы хотим выложиться на все 100%, показать, какие мы классные и драйвовые. А также мы очень сплотились и сдружились за это время, несмотря на то, что у нас было два месяца, но именно вот этот праздник помог нам узнать друг друга получше, сплотиться и что есть очень хорошо. Как шла подготовка? Девочки, некоторые пары прогуливали, но все было очень продуктивно, то есть сейчас увидим, как они выступают, уверена, что будет все очень интересно. Нас танцует 10 человек, мы тщательно подготовились к этому событию, потому что так как мы первокурсники, для нас это считается событием. В этом году по признанию руководства и преподавателей студенты факультета романа германской филологии стараются раскрыть свой творческий потенциал, не зацикливаясь исключительно на учебе, а их наставниками становятся выпускники прошлых лет. Это прекрасное чувство, когда ты первый раз заходишь в это помещение, заходишь в зал, ты видишь своих уже знакомых, уже возможно коллег, и ты первый раз уже заходишь в качестве преподавателя, в качестве куратора одной из групп первого курса. И это приятные очень впечатления, эмоции, и ты вспоминаешь себя, когда ты только пришел, и ты видишь эти горящие глаза студентов, которые радуются, которые счастливы, что они наконец-то стали студентами нашего прекрасного факультета. 39 лет руководит факультетом романа германской филологии профессор Лидия Голубенко, и по ее мнению, каждый новый набор студентов все больше радует разноплановостью творческих личностей. Декан уверена, что за два прошедших учебных месяца молодые филологи-полиглоты прекрасно садаптировались и прочувствовали разницу между школьным и студенческим образованием. Она радуется за каждого будущего филолога-международника, который благодаря прекрасному образованию легендарного вуза будет уверенно и крепко чувствовать себя в нашем интерактивном мире. Не на каждом факультете есть такой праздник. Вот традиция факультета РГФ, мы приняли новое поколение студентов на первый курс, и мы им говорим, здравствуйте. Мы очень хотим с вами познакомиться, но не только в аудитории с 1 сентября, но и в конце октября мы всегда говорим, мы хотим посмотреть, насколько вы талантливы вообще. И вот сейчас будет презентация талантов. Я не знаю, какой будет концерт, но что меня радует – активность первых курсников в этом году. Совершенно незнакомые люди собрались в университете, совершенно незнакомые студентки и студенты попали в одну группу. И за 2-3 недели они сделали танец. Объединились группы, объединились студенты. Но у нас есть новые вокалисты. Я думаю, что это будет гордость не только факультета, университета, но и гордость нашего города. У нас есть те, кто пишут свои стихи, свою прозу. Мы уже издали первый сборник, но не первого курса, а студентов старших курсов. Мы принимаем новое поколение. Ознакомиться надо радостно, солнечно. Преподавательский труд тяжелый, будем говорить учительский, еще оплачиваемый, не так, как положено. Мы не строим иллюзорных каких-то планов. Мы выпускаем специалистов, в первую очередь, запись филолог. Они могут работать преподавателем первого, второго, третьего языка. Они могут работать переводчиками. Но мы гордимся теми, кто стал писателями, журналистами, актерами, менеджерами. У нас очень большое поле деятельности для тех, кто хорошо учился на факультете РГ. В концертной программе приняли участие как те, кто еще только вчера обнаружил у себя талант вокалиста, чтеца, танцора, актера, так и уже привычные к выступлениям студенты. Но и тем, и другим на самом деле было что показать. Субтитры создавал DimaTorzok Концертная программа была насыщенной, но праздник шагнул за пределы зрительного зала. В университетских коридорах также звучали песни. Украинская теннисистка Элина Светолина победила во втором поединке группы на итоговом турнире в китайском Шенчжене и досрочно вышла в полуфинал. Во втором туре группового этапа первенства WTA Finals первой ракетки Украины противостояла пятый номер мирового рейтинга «Симона Халиб». Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Светолина победила румынскую теннисистку в двух сетах со счетом 7-5-6-3. Таким образом, Светолина первой из всех участниц засрочно гарантировала себе выход в следующую стадию соревнований. Остальные соперницы могут сравниться с ней по победам, но украинская теннисистка уже точно не опустится ниже второго места из-за разницы в сетах 4-0. В последнем матче группового этапа украинка сыграет с канаткой Бьянкой Андреску. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Во всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 31 октября в Одессе переменная облачность без осадка. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1,3, тепла днем 8-10 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова